Коллеги, мы продолжаем освещать выставку Prodexpo 2022. Рядом со мной спикер нашей деловой части Артем Прокофьев. Здравствуйте. Коллеги, коллеги, да, здравствуйте. Меня зовут Прокофьев Артем. Я представляю компанию 24TTL. На самом деле суперинтересная конференция. Я уже выступил на двух лекциях, и это было прикольно. Что хотелось бы сказать. Наша компания 24TTL занимается тем, чтобы помогать брендам продавать больше в онлайне. Все наши решения основаны на экспертизе в e-commerce. И сейчас как раз shopping experience, который становится все больше. Это тема, про которую нужно говорить. И мы как компания, как эксперты, которые собирают, наверное, тренды вообще со всего мира. Мы были в прошлом году в Лиссабоне на веб-саммите и на других очень крутых конференциях. Мы очень рады присутствовать здесь и рассказывать про эти тренды. И на наш рынок сравнивать какие-то зарубежные кейсы с нашими и говорить о том, что будет вообще в будущем. И как раз я сегодня рассказывал именно про тренды в e-commerce. Я говорил про то, насколько важно сейчас брендам следить за своей цифровой полкой. Насколько важна гигиена этой цифровой полки. Потому что очень большой процент пользователей ушел из офлайна и перешел в онлайн. И бренды сейчас не только заходят на маркетплейсы, работают с ними, но и начинают облагораживать свои страницы, улучшать, использовать рич-контент, AR-технологии и так далее. И это часть будущего, часть, возможно, каких-то мета-вселенных. И я как раз рассказывал, говорю про это и, надеюсь, было суперинтересно. На гребне волны, что значит, 22-й год у нас еще больше укрепляется тенденция онлайна. И расскажите, есть ли какие-то четкие алгоритмы, что всем нужно делать вот так сейчас. То есть какая-то одна волшебная палочка, которой абсолютно всем ритейлерам нужно придерживаться, и тогда все будет хорошо. Я бы, наверное, сказал, что есть must-have для вендоров. То есть бренды обязаны идти на маркетплейсы, которые генерируют 60% трафика. Второе, то, что тоже, наверное, больше касательно самих брендов, то, что мало присутствовать просто на всех маркетплейсах, нужно уметь работать с цифровой полкой. То есть уметь понимать, сколько там фотографий, какая у вас карточка, как видит ее пользователь и как он вообще с ней коммуницирует. То есть такой мини-совет, старайтесь использовать больше каких-то инструментов для вовлеченности. Это enhanced content, то есть rich content, где есть какие-то фотографии, видео. Это AR-технологии и много-много NFT. Но NFT это еще будущее, но уже сейчас можно думать, как это встроить в концепт своего бренда. И тот же условный Сбер использует голосовые помощники, это voice commerce. То есть не забывайте про это, уже инструментарий есть, нужно просто этим пользоваться. Будущее настало, дорогие мои. Поэтому, друзья, обращайтесь, пожалуйста, к Артему. Я так понимаю, что новые тренды следующих лет будут задавать как раз те ребята, которые понимают эти прекрасные незнакомые мне слова. Спасибо большое, пожелаем вам удачи на выставке. И надеюсь, что все прислушаются к вашим советам. Спасибо, что пригласили.